Пион Сара Бернар, Пейни Асара Биорнхард. Зная, как правильно выращивать классический сорт пионов Сара Бернард, можно украсить любой сад и приусадебный участок его пышными кустами. При должном уходе крупные шарообразные цветки будут приковывать к себе внимание в пору цветения. Пион Сара Бернар, Пейни Асара Биорнхард. Что это за сорт? История создания. Сорт пиона Сара Бернар, Пейни Асара Биорнхард, был создан в 1906 году селекционером из Франции Пьером Уиллем Уаном. Автор являлся обладателем высшей награды своей страны, кавалером Ордена Почетного Легиона. Своему очередному творению он подарил имя известной актрисы, талантом которой восхищался. Цветки данного сорта имеют внушительные размеры. Преимущества и недостатки сорта. Данный сорт относится к группе травянистых молочно-цветковых. Пионов Пейни Локтефлора. Кусты образуют крепкие стебли около 1 метра высотой, способные выдержать вес тяжелых соцветий. Листья ажурные, темно-зеленого цвета. Подробное описание, цветки густомахровые, розовидной формы, достигают в диаметре 20 сантиметров, окрашены в жемчужно-розовый цвет с чуть более светлой каймой. Важно! Во время цветения куст рекомендуется подвязывать на опоры, иначе тяжелые цветы будут лежать на земле. Использование в ландшафтном дизайне. Пионы Сара Бернар часто высаживают в составе композиционных групп, сочетая с ирисами и колокольчиками. Разновидность цветов с белыми бутонами отлично смотрится рядом с маками, лилейниками и шалфеем. Корзинки всех расцветок будут роскошно смотреться на фоне ту или барбарисовых кустов, а также на фоне ровно подстриженного газона. Но, подбирая цветы компаньона для Сары Бернар, следует избегать сильно разрастающихся растений, которые будут отбирать у пиона питание или заслонят его от света. Сорта наиболее популярная у садоводов. С момента создания сорта было выведено немало его разновидностей. Но некоторые подвиды Сары Бернар можно встретить на приусадебных участках чаще других. Разновидности данного сорта могут иметь малиново-красную, белую и лиловую расцветку. Ред Сара Бернар. Кусты пиона Ред Сара Биорнхарт. Имеют немного меньшие размеры, чем оригинальный сорт, они вырастают до 85 см. Цветки состоят из множества ярких красных лепестков и обладают приятным ароматом. Уайт Сара Бернар. Снежно-белые цветки Уайт Сара Биорнхарт с едва уловимым лимонным отливом нашли свое применение в составе свадебных букетов и композиций. Особенность их в том, что они имеют меньшие размеры, всего 15 см в диаметре, и отличаются разнообразием форм. Чаще всего цветки подвида Уайт бывают шаровидными или розоподобными. Сара Бернар Юник. Для цветков Сара Бернар Юник характерна розовата-лиловая расцветка. Они отлично выглядят в составе ландшафтных композиций и в виде срезки. Как правильно посадить и выращивать цветок в открытом грунте. Пионы можно назвать неприхотливыми цветами, если только они посажены в подходящем месте с соблюдением всех требований. Декоративность растения во многом зависит от соблюдения правил процедуры. Посадка корневыми черенками. Посадка корневых черенков является самым эффективным способом размножить куст Сара Бернар. Для этого растения выкапывают, срезают стебли до высоты в 10 см и аккуратно разделяют на примерно одинаковые фрагменты. В какое время осуществляется посадка, процедуру проводят в самом конце августа или в начале сентября. Это самое подходящее время, чтобы растение успело адаптироваться на новом месте до наступления холодов. Выбор местоположения. Пион Сара Биормхард может расти на одном месте в течение десятков лет, поэтому очень важно подобрать подходящий участок. Пространство должно быть хорошо освещено, но иметь защиту от прямых солнечных лучей. Грунт требуется рыхлый и легкий, со слабо кислой реакцией. На солнечных участках пионы цветут обильней, как подготовить почву и цветок для посадки. Участок с кислой реакцией, куда планируется. Высадить пионы, рекомендуется известковать доломитовой мукой. Землю заранее хорошо перекапывают, в насеречную песок и органику. Деленки перед посадкой обязательно обрабатывают марганцовкой и выдерживают в активаторе роста. Срезы присыпают древесной золой. Процедура посадки пошагово. При посадке пионов в грунт придерживаются определенной последовательности. Обязательно выполнить такие шаги. Выкапывают яму подходящего размера. На дно насыпают дренажный слой, прикрывая его слоем питательной почвы. В яму помешают посадочной деленку, заглубляя почки не более 5 сантиметров, и осторожно присыпают землей. Саженец поливают, а почву вокруг него мульчируют. При посадке нескольких кустов важно оставить между ними расстояние не менее 1 метра. Обратите внимание, близко располагать пионы с другими объемными декоративными цветами не стоит, они будут затенять друг друга. Посадка семенами. Посадка семян производится исключительно в селекционных целях. Во всех остальных случаях этот метод не оправдывает себя, так как растения отличаются по характеристикам от родительских экземпляров. Семена высаживают сразу в открытый грунт, создавая тепличные условия. Уход за растением. Если за пионами правильно ухаживать, то они из года в год будут радовать пышным цветением. Агротехника при этом довольно проста и не требует специальных действий, кроме полива, подкормок, прополки и рыхления. Полив и подкормка. Кусты Сары Бернар в период завязывания почек поливают один раз в неделю, в остальное время, по мере просыхания почвы. В первые годы после посадки удобрять пионы нет необходимости. Начиная с третьего года жизни каждый куст весной присыпают конским навозом, летом поливают раствором птичьего помета, а осенью удобряют суперфосфатом. Под каждый куст следует аккуратно лить по трем-четырем ведра воды, мульчирование и рыхление. Спустя один-два дня после полива почву аккуратно рыхлят. Для удержания влаги приствольный круг мульчируют сухой травой или древесной щепкой. Использовать листья и солому не рекомендуется. Профилактическая обработка Обильно цветущая сара-бернар всегда привлекает множество насекомых-вредителей. Чтобы отпугнуть паразитов, в весеннее время куст опрыскивают фунгицеидами, фитоспорин М, Максим, слабый раствор марганцовки, а землю в приствольном круге поливают бордоской жидкостью. Цветение пиона сара-бернар Пион сара-бернар отличается поздними сроками цветения. Куст начинает распускать пышные густомахровые цветки, когда с других сортов уже облетают увядшие лепестки. Период активности и покоя Начинается цветение в конце июня или начале июля. При должном уходе корзинки продолжают украшать куст в течение 30-45 дней. Уход во время и после цветения. Хотя у сорта очень мощные стебли, иногда может потребоваться опора, чтобы они не подламывались. Для продления цветения вянущие цветки следует сразу удалять. Что делать, если не цветет, возможные причины. Иногда пион сара-бернар может не зацвести в положенные сроки. Причиной тому служат следующие факторы. Расположение в тени. Кислая реакция почвы в месте посадки. Нарушение правил обрезки побегов. Недостаток питательных веществ. Заражение болезнями или вредителями. Внимание! В последнем случае потребуется лечение, но чаще всего куст нужно просто пересадить или отрегулировать уход за ним. Пионы после цветения. Пересаживать куст можно только тогда, когда он завершил цветение. При этом обязательно следует разделить его на несколько частей, иначе он может зачахнуть. Пересадка. Процедуру выполняют в сентябре-октябре, предварительно обрезав стебли до высоты 10-15 см. Пересадку проводят только при сухой теплой погоде, извлекая куст из почвы с прикорневым комом. У каждой деленки должны быть собственные корешки и почки. Обрезка. Обрезку пионовых кустов осуществляют только осенью, в октябре. Листья при этом срезают почти до самой земли, что служит началом подготовки к зимнему периоду. Подготовка к зиме. Кусты сары Бернар Мороза устойчивы и приспособлены к выживанию в суровых условиях. Но в регионах с очень холодными зимами рекомендуется укрывать молодые растения. Для этого после осенней обрезки пионы мульчируют компостом или перегноем, прикрывают срезанными листьями. Болезни, вредители и способы борьбы с ними. У сорта Сара Бернар неплохой иммунитет ко многим болезням, типичным для пионов. Иногда цветок может подвергнуться развитию ржавчины, серой гнили или мозаики. Из вредителей могут быть опасны бронзовка, тля, муравьи. От них спасаются народными средствами и инсектицеидными препаратами. Любые проблемы являются следствием ошибок в посадке или уходе, поэтому лучшей профилактикой является соблюдение агротехники. Благодаря богатой палитре оттенков разновидностей пиона Сара Бернар, цветок очень популярен у цветоводов. Он способен украсить своими пышными корзинками любой участок, превратив его в сказочный уголок.